Всем привет, друзья! С вами Реальный Басист. 31 мая для меня очень важный и значимый день, потому что сегодня выходит мой второй сольный альбом, который называется Motus Veritas. Сейчас я хочу просто про запись некоторых треков поподробнее рассказать, и я надеюсь, это будет вам интересно. Ну и начать я хотел с композиции, одна, наверное, из моих любимых композиций на альбоме, которая называется Shimmering Sunrise, что означает «мерцающий рассвет». И гитара у меня не зря в руках появилась. Эта гитара, она звучит на этой композиции, и она несет, собственно, основную аккордовую последовательность на себе. Очень красиво она звучит, я ее обработал, еще весьма интересно, с таким low-fine дилеем, с модуляцией, с очень классным ревером. И да, композиция получилась действительно очень красивой, очень такой по настроению прям светлой, радостной. Гармония там очень интересная. И также я использую там сэмплы Hango и Steel Drum. Это такие вот инструменты сейчас очень популярные, ручные такие ударные инструменты. Один мой знакомый музыкант, который на них играет, собственно, мы с ним поехали в студию, и записали прям все вот отдельные удары каждого из этих инструментов. И я потом все это дело нарезал и использовал, придумал из них мелодию, использовал в композиции. Они звучат действительно невероятно красиво. Ну и также там много электронных звуков, естественно, куда же без моих любимых синтезаторов. Весь бит я практически создавал на модульном синте, на драм-машине. И, ну, естественно, много пэдов, много атмосферы. Очень получилась действительно симпатичная композиция. Еще одна композиция, которая называется Flickering Sunset. Это, ну, тоже можно сказать, мерцающий закат, можно так перевести. Это композиция, которую я уже выкладывал на своем канале. Единственная композиция с альбома. И она у меня родилась как раз вот благодаря бас-гитаре. Я придумал очень красивую гармонию, опять-таки. Я вообще любитель красивых гармоний. И здесь на бас-гитаре я записал эту красивую гармонию. Собственно, видео есть на канале, можете посмотреть. Ссылку я размещу, наверное, вот здесь. И вот эта вот гармония, родившаяся, она потянула за собой, собственно, всю вот эту оставшуюся композицию. Собрал там такой весьма интересный бит, опять-таки, на модульном синте. И потом все это дело у меня переходит в такой техно-бит. Такой изломанного, размеренного, такого медленно-темпового красивого бита. У меня все это перетекает в такой прямой ровный бит в стиле техно. И потом все это дело разваливается. И там я играю тэппингом рифф дальше. Очень тоже прикольный рифф получился. Вот. Бас-гитару я там обрабатывал при помощи своего аналогового дилея, любимого, Chase Blister May. Ну и, естественно, там ревер, эквалайзер и так далее. Масса всего, масса всяких там фишек и плагинов применено. Тоже композиция получилась весьма и весьма такая, ну, достаточно атмосферная. Теперь в руках у меня мой Precision. И я хочу рассказать про композицию Mr. P. Это тоже одна из моих любимых композиций на альбоме. Она достаточно такая уникальная и контрастная. И называется она Mr. Peef в честь вот Precision, Mr. Precision. Precision меня вдохновил на запись, на сочинение этой композиции. Сначала я придумал такой кайфовый рифф через открытые струны в тональности re minor. И я его долго играл, наверное, год у меня вызревал, может быть, чуть меньше. И потом я решил его записать и сделал, пропустил Fender через Overdrive, мой от Shift Line. Потом пропустил также через Phaser. Нарулил просто жирнейший звук. Также дилея добавил, ревера. Получился просто дико, дико жирный звук. И, собственно, после этого я начал этот рифф развивать. Я его же засемплировал, сделал из него пэды. Потом у меня идет рояль. В качестве рояля я использовал VST-плагин от Arturi Piano V. Очень классный такой, классная эмуляция, прям очень достоверная рояля. Ну и дальше у меня все это переходит в электронную такую заварушку. Наверное, один из самых сложных в электронном плане треков, которые я делал. Вот вторая половина трека, начинается она с Precision и заканчивается она электронным таким битом. Очень ломаным на 7 восьмых. С интересной гармонией, с очень такими клевыми перекличками по саунд-дизайну. Он был очень сложный. Я даже... Ну, если бы я хотел его повторить, я бы, наверное, не смог повторить сейчас. Потому что, ну, в момент сочинения я был в потоке и там что-то крутил, что-то наруливал. В основном тоже записан мой модульный синтезатор. Вот, собственно, и бит на нем же я собрал. И все мелодические синтезаторные части тоже на нем собраны. Вот. Очень получился отличный трек. Мистер Пи. Прям один из самых необычных треков, которые я когда-либо делал. Ну, и в финале я хочу рассказать про еще одну композицию, которая называется «Флай, лети» и это песня. Я, друзья, написал и спел песню первый раз в жизни. Собственно, композиция начиналась с моего эксперимента с вот этой вот кислотной машиной. Я придумал такой прикольный кислотный риф. Кто не знает, это вот очень классный клон от Беринджер, знаменитого вот Roland 303. И потом у меня были сэмплы Варгана, которые я тоже сам записывал на студии. И я обнаружил, что по тембру Варган и вот эта кислотная машина, они чем-то похожи. И я придумал риф Варганный. Все это так совпало с кислотной машиной, но Варган как бы добавил какого-то такого интересного этнического звучания во все это. И когда у меня уже появился бит полноценный, который я тоже собирал вот на драм-машине, на дигитакте, ну и также там записывал какую-то перкуссию с модульного синта, я подумал, блин, ну это же прямо этническая песня. Можно сделать такой кайфовый контраст. То есть этнический вокал и при этом такой кислотный, такой средне-темповой бит. И, собственно говоря, я начал все это дело продумывать, продумывать. Придумал текст, сам сочинил текст, который очень хорошо лег на эту музыку. И записал, собственно, его, придумал мелодию, записал мелодию, записал пачку из трех голосов, даже, по-моему, из четырех, сам себя записал. И мне очень понравилось, как звучит, но я все-таки решил пойти дальше, потому что я не вокалист, хоть и в ноты попадать умею. Я пригласил вокалистку-народницу, профессиональную девочку, Таню Ухина, которая поет в моем проекте «Джейд». Вы ее тоже могли видеть на канале, в концертных видео проекта «Джейд Проджект». И ее я пригласил, она прекрасно справилась с задачей. Вот. В этой песне очень много записано различных звуков, различных синтов. Там и вот кислотная машина, и Digiton там тоже много делает красоты. И VST какие-то плагины. Вот. Получился кайфовый бит. И получился вот этот вот контраст, который я изначально очень хотел. Это такой кислотный, почти что техно-бит, связанный при этом с этническим вокалом. И с таким, ну, достаточно простым, но интересным текстом в духе, как бы, вот русских народных песен. Послушайте обязательно эту композицию, и мне будет дико интересно, что вы об этом думаете. И вообще, мне нужна ваша поддержка, как всегда, друзья. Слушайте музыку, послушайте этот альбом, репостите его, делитесь, дайте другим людям послушать. Выкладывайте свои любимые композиции. Ну и, конечно же, я не обо всех композициях рассказал в этом видео. Еще за скобками осталось, по-моему, 3 или 4 штуки, которые тоже хороши. И просто я не хочу растягивать это видео до бесконечности. В общем, друзья, слушайте мою музыку, послушайте альбом Motus Veritas на всех площадках, на всех стриминговых сервисах. Подпишитесь на канал, поставьте жирный лайк, нажмите на колокольчик. И до скорых встреч, увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok